С ветерком и административными последствиями. Трое подростков из Витебска катались на крыше поезда. Весь экстрим за тем, чтобы сделать видео и выложить его в интернет. Впрочем, план зацеперов дал сбой. Не учли школьники, что в эти дни проводилось комплексное мероприятие «Пригородный поезд». И все региональные составы сопровождали наряды милиции. Один из них и задержал юных любителей острых ощущений. Татьяна Ревизорий продолжит. Посадку они осуществили здесь на станции Лучоса. Немного далее, вот здесь по платформе. Садились в слепую зону, которую машинист не видит, так как здесь дуга. В милиции капитан Капранов 7 лет. Но такая история первая в его практике. Три подростка забрались на крышу поезда. Так бы и катались. Если бы не одно «но». В тот день состав Витебск-Орша сопровождал наряд. Именно правоохранитель насторожил шорох наверху. Почти сразу школьников засекли. Поняв это, мальчики бросились бежать в лес. Но побег провалился. При себе у экстремалов была экшн-камера. Опасное видео должны были выложить в интернет. Но снятое сыграло скорее против авторов. Благодаря ей смогли установить всех участников событий, которые произошли 8 апреля этого года. Засветившиеся зацеперы учатся в средних школах Витебска. Ребята давние друзья. Двум мальчикам по 16 лет. Одному 17. Но что примечательно, для двоих это попадание уже не первое. Это фото сделано в марте. Комментарии здесь излишни. Данные деяния влекут за собой наложение штрафа в размере от 0,6 до 3 базовых величин. Данный штраф придется уплатить родителям. Зацепинг. Его еще называют трейнсерфинг. Так в чем же фишка езды снаружи? Нам удалось пообщаться с автором этого видео. Встречу Владислав назначил в месте, где он уже как рыба в воде. Это железнодорожная станция. Зацепингом парень увлекается всего год. Но в послужном списке уже 400 поездок с ветерком. В антураже шпал и электричек. Беседуем о безопасности. Ну да, бывают случаи, когда со мной один мальчик катал и начал нервничать. И случайно при остановке упал. Ну в принципе, это его же ошибка, что он не прочитал технику безопасности. И в то же время все мы с детства знаем, вокзал далеко не площадка для игр. Жаль, что понимание этой прописной истины приходит не всегда вовремя. Многие молодые люди не знают, что железные дороги относятся к повышенной опасности. При занятии этим экстримом они могут получить серьезные травмы. Если есть контактная сесть, получить ожоги, упасть. И можно получить травмы со смертельным исходом. По этическим соображениям мы не будем показывать вам шокирующие кадры. Ведь и без этого факты берут за живое. Ежегодно на железных дорогах, к примеру, соседней России погибают сотни зацеперов. А буквально два дня назад на крыше электрички в Киеве погиб 13-летний мальчик. Татьяна Ревизория, Андрей Новгородцев, Анастасия Бут и Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ.